Всем привет! К нам в автосалон поступил автомобиль бизнес-класса, это Nissan Tiana. Машина 2010 года выпуска, очень красиво смотрится, классный цвет кузова. Сразу обращаю ваше внимание на то, что данный автомобиль он с полным приводом. Скоро зима, этот вопрос очень актуален. Что касается технического состояния машины, тут все в порядке. Пару скольчиков нашел на капоте от камушков, но это жизненные моменты. Решетка радиатора хромированная, не пострадала от камней. По комплектации машины сразу есть омыватели фар и плюс здесь у нас противотуманочки в бампере спрятаны. Идем дальше. На стекле есть небольшой скольчик, сразу вам о нем говорю. Но трещины по стеклу не пошли, то есть за это дело можно не переживать. Дворники спрятаны в чехольчике специальный, ну как бы типа зимний вариант. Дубеть зимой не будут от влаги. Машина сейчас на летней резине и на оригинальном литье. В багажнике и в салоне лежит еще один комплект резины уже зимний. То есть вам не придется покупать дополнительную резину, не придется тратиться. Она уже здесь есть. Ну и дальше идем. На дверях хромированы накладочки, симпатично все это дело смотрится. Поворотники в зеркалах. Тонировка здесь есть. Тонировка не заводская, потому что официальные дилеры редко машину выдают без тонировки, как без доп. услуги. То есть тонировка не заводская, ее делал официальный дилер. Ну идем дальше. Оптика. Оптика задняя для Тиана стандартная. Она светодиодная. Вот они светодиоды здесь спрятаны. Задний бампер без проблем. То есть ни разу не наезжали на какой-либо бордюр. Царапин каких-то таких крупных нету. Ну по мелочи есть. Что-то видимо грузили. Это ерунда по сути. Ну и вот у нас как раз на крышке багажника обозначен какой здесь мотор, комплектация и привод. Привод здесь полный. Вот такая вот машина. Так, багажник, багажник. Попадем. Вот. Два колеса здесь лежит. Просто резина без дисков. Ну тоже приятно. Резина здесь, кстати, по-моему, шипованная. Нет, резина без шипов. Липучка. Но тоже хорошо. Ну а там у нас дополнительные ниши, запаска. Ну, к сожалению, туда попасть не сможем. Но здесь комплект полный. То есть домкрат, баллонники, все это имеется 100%. Ну и здесь у нас тканевая нашивочка. Не изношенная она в порядке. Ну и идем дальше. Давайте посмотрим, какой здесь салон. Как я уже сказал, сзади лежат колеса. Вот как раз-таки два колеса дополнительных. Салон здесь кожаный. На дверях вот такие вставочки под дерево. Тоже кожа и пластик. Достаточно мягкий. На полу лежат резиновые коврики. Ну и идем дальше. Передняя часть салона. Черная перфорированная кожа. На дверях также кожа с деревянными вставками. Электропакет здесь полный. Руль кожаный. Руль регулируется в двух плоскостях. Как по высоте, так и по вылету. Удобный подлокотник. Ну и здесь мы видим разные такие кнопочки. Самая важная кнопка в этом автомобиле. Кнопка включения и выключения полного привода. Значит, здесь у нас системы дополнительной безопасности. Система динамической стабилизации. Открывание багажника. Открывание лючка бензобака. На самом руле много разных кнопочек. Это у нас круиз-контроль. И с левой стороны кнопки управления мультимедийной системой. Двигатель в нашей машине запускается кнопочкой. И на центральной панели у нас установлен монитор. Здесь есть задняя камера. Удобная штука для парковки. Чуть ниже аудиосистема. Есть CD-чейнджер на 6 дисков. Двухзонный климат-контроль. Ну и здесь у нас опять же деревянные вставочки. Подстаканники. Здесь у нас сразу две розеточки на 12 вольт. Здесь конкретная розетка. Здесь прикуриватель. Ну, это то же самое, можно сказать. Что еще? Коробочка от сигнализации. Здесь стоит достаточно неплохая диалоговая сигнализация Pandora Lite. Защитит вашу машину от угона, от вскрытия. Вместительный бардачок. И есть еще здесь дополнительное такое место в бардачке, где DVD-проигрыватель туда вставлен. Ну и, соответственно, на мониторчике можно уже все это дело смотреть. Пластик на панели мягкий, очень-очень приятный. Электрорегулировка сидения вольтительского и сидение переднего пассажира тоже регулируется с помощью электричества. Плюс есть оттаманка. Можно будет ее показать потом с другой стороны. Вот. Такой, в общем, салон. И посмотрим еще, что под капотом. Ну и сейчас покажем, как работает оттаманка, что это такое. Вот она поднимается. Эта штука нужна для того, чтобы вам было просто удобнее сидеть. То есть можно на нее прям ноги положить, спинку опустить. И будете практически как на кровати в дороге отдыхать. Ну и, собственно, пространство под капотом. Мотор 2,5 литра, бензиновый. Достаточно мощный и тяговитый. Справляется с массой машины и с полным приводом. Стоит большой аккумулятор. Позволяет машину заводить в любой мороз. Ну а здесь по кузову нет каких-либо проблем. То есть машина безаварийная. И она не ремонтировалась. В общем, тут все в порядке. Никаких вопросов нет. Итак, Nissan Tiana. Машина 2010 года выпуска. Мотор 2,5 литра. Полный привод. Машина продается в автосалоне RDM Import. Приезжайте к нам за ней. Она вас удивит своим состоянием. Она очень классная. Мне очень понравилась. Она такая не одна. Выбор большой. В принципе, все по этой машине. Подписывайтесь на наш видеоканал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok